Люди устали, они разочарованы и раздражены. Более четверти века мы ждем реальной свободы и независимости, благоденствия для наших семей. Многих уже нет с нами, они не дождались. Вдумайтесь, за эти годы более половины граждан нашей страны сменило новое поколение. А мы все ждем. Мы с воодушевлением и надеждой в который раз выбираем новых функционеров, которые независимо от своих обещаний за короткое время становятся нашими хозяевами и ведут себя совсем не безупречно. Человек слаб, и далеко не каждый может справиться с соблазнами. Вы спросите, что делать? Перечитайте роман Чернышевского, опубликованный более 150 лет назад. Он писал, обращаясь к читателю. Нет, друзья мои, злые, дурные, жалкие друзья мои. Это не так вам представлялось. Не они стоят слишком высоко, а вы стоите слишком низко. На той высоте, на которой они стоят, должны стоять, могут стоять все люди. Мы живем в совершенно уникальный период развития человеческого общества. В то время как одни делят мир на своих и чужих, хватаются за патриотизм, религию, язык общения, или говорят о своих мечтах, другие создают глобальные и успешные проекты для всего человечества. Реально развивают космос, создают альтернативную энергетику, успешно решают проблемы экологии, пытаются накормить планету зелеными продуктами, создают криптомиры и блокчейн, объединяют нашу цивилизацию во имя спасения и благополучия. Я предлагаю не ждать чуда от доброго волшебника, а засучить собственные рукава и строить мир вокруг нас своими руками, здесь и сейчас. Мы можем и должны это сделать ради наших детей, ради будущих поколений. Моя хата с краю больше не работает. У меня есть решение, которое поможет нам и нашему государству построить общество справедливости, задавить коррупцию и паразитов, и подарить нам надежду. Мне нужна ваша помощь. Все у нас получится.